Привет, чатик! Короче, сегодня у нас классное задание формата ЕГЭ 2020 2020 Классное задание, которое является тотально дегенеративным, но почему-то спрашивается у учеников на серьезных щах Поэтому я давно хотел его разобрать, немножко поорать вместе с тобой и набрать здесь максимальные 3 из 3 баллов Короче, задание номер 26 и звучит очень просто Приведите 3 примера, 3 обоснования того, что Российская Федерация является демократией На самом деле это задание сложнее, чем ты думаешь, и не все ученики могут с ним справиться Поэтому мы решили записать это видео, чтобы ты набрал максимальный балл Ну давай быстренько его раскидаем, буквально в 5-минутном формате, какие есть мощнейшие и самые явные аргументы Первое. В России есть какая-никакая оппозиция Она реально существует Конечно, про нее есть много гипотез, что она там спонсируется лично Путиным опять Что все это спойлеры, боты, актеры и прочее, прочее, прочее Я ничего в этом плохого не вижу Но в конце концов, в России она есть Создаются оппозиционные партии Навальному привет А других что-то и нету больше Которые ведут агитацию против Путина Которые пытаются бороться за власть и бла-бла-бла Понимаешь, в этом-то есть вся фишка, что формально, может быть, они и не оппозиционные Но по документам, извините, оппозиция, критика власти и так далее и тому подобное Есть такое? Есть Первый аргумент зафиксировали? Зафиксировали Второй момент, что Россия и демократия Это, конечно же, то, что в Конституции, в нашей записаны все базовые демократические права и свободы Я бы на эгэх прям их перечислил Свобода слова есть? Бабах Свобода печати есть? Бабах Свобода собрания? Свобода совести? И так далее и тому подобное То есть все, знаешь, вот этот набор юного демократа, он весь прописан И в конце концов, даже, например, та же самая свобода слова исполняется Ты скажешь, а где пример? Яркий пример — это радиостанция «Эхо Москвы», в которой каждый день стабильно говорят плохие вещи Про нашу власть, про президента и про правительство Поэтому это и свобода слова Каждому дано право говорить все, что он думает, все, что он хочет Да, нужно отвечать за эти слова иногда Да, иногда что-то кого-то отравляют до потери сознания Да, иногда стреляют, но это издержки демократии, ага, ага Но в конце концов, я говорю, что эта свобода слова хоть как-то соблюдается Например, ну, Дудь, тот же самый Ну, он говорит нелестные вещи про власть Но ничего с ним не стало еще пока «Эхо Москвы», Венедиктов тоже говорит иногда очень страшные вещи про наше государство И ничего, жив, здоров Но есть примеры, где чуваки, конечно же, пострадали за свою свободу слова Не знаю почему Третий яркий пример демократии в нашей стране Ну, который, как бы, надо, наверное, признать все-таки, да Это то, что у нас открытая, честная, в кавычках, но она какая есть Демократическая избирательная система То есть на выборах есть реальная конкуренция Слово «реально» надо воспринимать как данность Но эта конкуренция обусловлена тем, что есть разное количество кандидатов Которые борются за власть Есть, в конце концов, голосование, в котором есть альтернативная выборка В которых мнение людей имеет значение И в которых есть элемент, в конце концов, непредсказуемости Яркий пример умного голосования Навального Я его не пиарю, но это яркий пример Что благодаря голосованию на демократических принципах Которые прописаны и реализуются в России Более или менее можно поменять расстановку сил в стране И, грубо говоря, если все там сойдут с ума и проголосуют за Жириновского То, в конце концов, он, правда, станет президентом В конце концов, потому что это неизбежный момент Потому что есть агитация Есть на телеке голосование Есть бланки, где много разных фамилий Есть тайное голосование И никого не накажут за то, что он, например, голосовал за Зюганова Хотя он давно уже слился, да, за Грудинина А не за Жириновского То есть, в конце концов, в России выборы реализованы по более-менее Демократическим принципам и стандартам Соблюдая все эти позиции Ну, кое-как Читайте по губам Ноу Вот тебе три аргумента Проблема-то в том, что это все некая ирония И даже говоря сейчас все эти моменты Я сам понимаю, что они соблюдаются очень избирательно Есть оппозиционер Навальный А че с ним, че его отравили Был оппозиционер Немцов До сих пор, да, расстреляли В 30 метрах от Кремлевской стены То есть, все это сложно Но главная мораль, которую должен понять Если попросят это задание на ЕГЭ Сделай его, не знаю, сжав зубы Убрав всю эту иронию Потому что тебе нужно написать на хорошие баллы И поступить на бюджет А уже в универе будешь заниматься оппозиционной деятельностью Если тебе это так надо и интересно Спасибо, что посмотрел до конца Не забудь поставить лайк за честность и открытость И комментарий Какие еще проявления демократии Можно писать в ЕГЭ Чтобы набрать баллы А не посраться с экспертом Спасибо большое, что смотрел Всего тебе хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok